Мы продолжаем говорить о книге «Бытие». Мы начали ее исследование несколько месяцев тому назад. И решили начать с того, чтобы посмотреть прежде всего на Личность Бога, так как она представлена нам в первых главах. Мы в основном сосредоточили наше внимание на первой главе книги «Бытие». И для этого есть причина. Причина заключается в том, что Бог является главной действующей Личностью всей Библии. Бог представлен на страницах Священного Писания очень в интересной форме. Он не представлен здесь в виде систематического богословия. Если вы откроете книгу по систематическому богословию, то там вы увидите перечень его качеств, его атрибутов, разные философские осмысления или попытки осмыслить Бога, попытки посмотреть на Него с разных сторон. Так вот, Библия написана по-другому. Она представляет нам Бога в виде рассказа, в виде истории. И для этого есть особая цель. Цель заключается в том, что Библия написана для всех. Она написана для самых простых людей, которые не имеют большого образования. Они не могут мыслить какими-то философскими категориями. Точно так же, как и для самых ученых, для самых высокообразованных. Когда мы соприкасаемся с Библией, она помогает нам в простых словах увидеть самое главное. И смысл того, что мы делаем вот здесь, за кафедрой, делаем здесь, в молитвенном доме, в церкви, смысл заключается в том, чтобы помочь, попробовать каждому из нас увидеть Бога таким, какой Он есть. От того, как мы представляем себя Бога, зависит очень много. Дело в том, что Бог является главной сущностью в существующей Вселенной. И от того, какой Он есть, определяется то, как мы смотрим на самих себя, как мы видим смысл, цель жизни, каким мы видим будущее. Это определяет наши эмоции, это определяет наши отношения друг с другом, наши отношения к тому, что происходит вокруг нас и так далее. Вот почему мы фокусируемся на Личности Бога. И это достаточно сложные темы. И я молюсь о том, чтобы Господь позволил представить их на уровне, который бы, во-первых, был доступен для всех нас, и, во-вторых, самое главное, чтобы Господь использовал то, что мы изучаем, для того, чтобы изменить и обогатить души наши, изменить наш внутренний мир, приближая нас к Нему. Мы уже говорили достаточно много о Боге в рамках этой серии проповедей. Мы говорили о Его существовании. Мы говорили о Его суверенности, если помните о том, что Он верховный владыка всего. Мы говорили о Его творчестве. В прошлой проповеди мы коснулись вопроса божественной святости. Если вы пропустили эти проповеди, или если вы сегодня не можете вспомнить основной аргумент, о чем же эти проповеди, возьмите время где-то на неделе и прослушайте их еще раз. Вы едете на работу или с работы, или же вы дома что-то делаете. Возьмите в вашем телефоне или в вашем компьютере, откройте эти проповеди и послушайте их еще раз. Это очень полезно, чтобы мы могли яснее понимать, усвоить глубоко, кто же такой Бог, Создатель Вселенной, Создатель наш. Сегодня мы коснемся еще одной очень важной темы. Но перед тем, как я коснусь, я хотел бы сказать, что все качества Божьей Личности чрезвычайно важны. Невозможно сказать, что суверенность Божия выше Его творчества, или же Его святость значимее Его благости. Все эти качества, они представляют собой единое целое божественной Личности. Нам, конечно же, очень трудно увидеть все их одновременно. Бог слишком велик. Вот почему мы фокусируемся на Его святости, и нам трудно думать о Его любви, или фокусируемся на Его суверенности, и нам трудно думать о Его близости к нам. Но Бог является одновременно всем, и поэтому каждый раз, когда мы говорим о чем-то, о каком-то Его отдельном качестве, нам нужно помнить, что оно является частью единого целого, Его гигантской Личности. Сегодня мы будем говорить о Божьей благости. Божья благость – это неотъемлемая характеристика Божьей Личности, «Бог благ сам по себе». Написано «Бог есть любовь». Много раз сказано «Бог благ». Божья благость многогранна. Библия говорит о них с разных сторон. Ну, во-первых, я уже сказал, «Божья любовь» – это характеристика Его благости, то, что Он добр. Его милость – то, что Он милует грешных людей, милует тех, кто грешит против Него. С этим связано Его долготерпение, которое – часть Его милости. Бог добр – это Его благость. Бог прощающий Бог – это тоже Его благость. Благодать, о которой мы часто говорим, много написано в Писании, сказано о Его благодати. Все это разные грани Его благости. И именно на ней мы и сосредоточим наше внимание сегодня. Почему это важно? Когда мы говорим о Боге, мы имеем определенные представления о том, что Он хочет от нас, как Он к нам относится. Если вы посмотрите на ваше отношение к разным людям, то вы можете их категоризировать. Есть те люди, которых вы убеждены, они добрые люди. Они к вам добры были. Они проявляли внимание к вам. Они проявляли заботу. Они прощали ваши какие-то неверные действия по отношению к ним. И вот эти люди, которые в вашем сознании добры к вам, вы имеете одно к ним отношение, отличающееся от тех людей, которые к вам безразличны. Или же есть еще одна категория людей, которые враждебны по отношению к вам. Если вы посмотрите, вспомните, пожалуйста, три категории людей, которых вы знаете. И у каждого из нас такие люди есть. Вот прямо сейчас попробуйте вспомнить. Как я уже сказал, есть люди, которые добры к вам, которые просто переполнены любовью и заботой о вас. И это было подтверждено в жизни. Есть те, которые безразличны. Им все равно, вы существуете или нет. Они пройдут мимо и не заметят. И есть те, которых вы ясно знаете, что они неровно дышат по отношению к вам. То есть, у них есть какая-то форма зла, обида, может быть, какие-то зависти или раздражения, проявленные по отношению к вам. И вот если вы посмотрите, в каждой категории этих людей у вас разные отношения. Вот почему очень важно понять, кто же такой Бог. И когда мы говорим о Божьей благости, то это понятие достаточно сложное. И вы можете обнаружить, что иногда вам кажется, что Бог благ, а иногда кажется, что Он безразличен, а иногда даже кажется, что Он против вас. Мы сегодня посмотрим на то, прежде всего, что сказано о Боге в первых страницах книги Бытие, в первой главе даже, в первых строчках этой книги. Мы посмотрим в двух проекциях на этот вопрос. Во-первых, мы поговорим о природе Божьей благости, что это такое, и потом, как она выражается. Давайте посмотрим сначала на самое первое явление. О Божьей благости существуют разные мнения. Большинство неверующих людей, они открыто отрицают существование Бога, они считают, что вся Вселенная – это результат случайных соединений атомов, молекул, и поэтому, конечно, здесь о каком-то смысле или о какой-то благости говорить не приходится, потому что для них это все бессмысленно. Там нет личных намерений, нет отношений, нет чувств. Среди людей, которые признают существование Бога как личности, можно видеть три категории. Одна категория – это люди, которые считают Бога по природе злым. Есть такие люди, это люди, подобные бесам. Они знают, что Бог есть, но они считают себя добрее Бога. Возможно, вам приходилось встречаться с такими людьми. Сегодня это очень популярно в обществе, когда люди говорят о том, что как Бог мог сделать вот такие заповеди, как мог Бог поставить такие правила, как мог Бог такие запреты. А мы более добрые, мы лучше, мы добрее Бога. То есть это люди, определенная категория людей, которая возрастает в наше время, в западном обществе, она увеличивается. Это люди, которые считают Бога по природе злым. Они подобны бесам. Бесы точно знают, что Бог есть, но они противятся Ему, они воюют с Ним, они пытаются себя утвердить в противовес Ему. Есть люди, которые, верующие тоже, они признают Бога, и они признают Его добрым в принципе, но на практике часто подвержены сомнениям. Как я уже сказал, что они придут в собрание, почитают Библию, послушают проповедь, им кажется, что Бог добрый, а потом соприкоснутся с какой-то болью, с трагедией, с чем-то, что не укладывается, не вскладывается так, как хотелось бы. И они сомневаются, а где же этот добрый Бог? А что же нам делать по отношению, как мы можем воспринимать Его? Вы помните такой кризис, глубокий кризис был у Иова. Ему, конечно, пришлось пережить столько, сколько никому из нас никогда не приходится переживать. В короткое время он сразу же, такую трагедию за трагедией, и он где-то попал в состояние, в которое он не мог в своем уме уравнять, сложить это уравнение, у него оно не складывалось, это уравнение, и поэтому он где-то был подвержен сомнениям. И только сравнительно небольшая группа верующих людей, они имеют глубочайшую, глубокую уверенность, что Бог поистине благ. Я хочу вам сказать, друзья, вот исследуя этот вопрос, я прихожу к убеждению, что чем глубже наше внутреннее убеждение в том, что Бог благ, тем прочнее и эффективнее жизнь каждого из нас будет. Давайте посмотрим, что же говорится о Божьей благости в книге «Бытие», и мы говорим сегодня о первой главе. В первой главе Моисей семь раз повторяет, что то, что Бог творит, хорошо. Давайте посмотрим каждое из этих упоминаний. Первая глава, четвертая стиха. «Увидел Бог свет, что Он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». Заметьте, Бог произвел свет, и дальше Он оценивает, Он видит, это хорошо. Девятый стих. «Сказал Бог, да соберется вода, которая поднима в одно место, и доявится суша, и стало так. Назвал Бог сушу землей, собрание вод назвал морями, и увидел Бог, что это хорошо». Двенадцатый стих. «И произвела земля зелень, траву, сеющую семя, породу ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя, породу ее, и увидел Бог, что это хорошо». Шестнадцатый. «И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью и звезды, и поставил их Бог на твердой небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы, и увидел Бог, что это хорошо». Двадцатый стих. «И сотворил Бог рыб больших, и всякую душу животных, пресмыкающихся, которых произвела вода, породу их, и всякую птицу пернатую, породу ее, и увидел Бог, что это хорошо. И создал Бог зверей земных, породу их, и скот породу его, и всех гадов земных, породу их, и увидел Бог, что это хорошо». Уже шесть раз. В седьмой раз, он подчеркивает, он шесть дней творит, в седьмой раз, он подчеркивает, первая глава, тридцать первый стих. «И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма». По-еврейски «тов меод». «Хорошо весьма». Был вечер, было утро, день шестой. Это неспроста. Когда Библия о чем-то говорит, и когда Библия что-то повторяет один раз за разом, мы видим, что шесть раз, и в конце концов, после шести дней еще есть седьмое обобщение, мы ясно видим, что что-то Дух Святой нам сообщает здесь. Он хочет достучаться, он хочет нарисовать определенную картину в нашем сознании. Дух Святой, представляя нам Бога, подчеркивает, все, что Бог делает, Он делает хорошо. Результатом Его деятельности является благо. Бог – источник блага. Почему это важно? Дело в том, что благо – это стремление каждого человека, живущего на земле. Люди живут, ища благо. Несмотря на то, что у каждого из нас, у каждого человека свое представление о том, что такое благо, но вы живете ради блага. Вы ищете благо, вы понимаете его как-то, по-своему. Кто-то ради блага детей, ему хорошо, когда детям хорошо. Кто-то ради блага Родины, ему хорошо, когда Родине хорошо. Кто-то ради простых, меркантильных вещей, ради того, чтобы поесть сегодня хорошо, или же заработать денег побольше. Но у каждого есть свое представление о том, что такое благо. И мы ради этого живем. Когда мы говорим о том, что Бог – благ, то нам нужно разобраться здесь в том, что же это означает применительно к Богу, и как это мы можем применить к нашим практическим поискам. Несмотря на частое употребление этого слова, термин «благо» – очень сложный термин. Если вы попробуете почитать его определение, попробуете найти, что думают об этом люди, которые, скажем, философы или социологи или психологи, которые занимаются, вы сразу же поймете, что вы попали в дремучий темный лес. Там очень трудно разобраться. Я приведу вам очень короткое одно определение, вернее, это первая строчка из трех страниц. «Благо, состояние и условия совершенства осуществленного бытия». Вы поняли что-нибудь? Ну, как я сказал, я еще не стал писать все остальное, потому что там точно не поймешь ничего. Но если мы посмотрим на библейское употребление этого слова, оно очень просто. Очень просто. слово «тов», еврейское слово «тов», оно переводится по-простому, переводится как «приятно», «гармонично», «хорошо». То есть, когда Библия говорит «хорошо весьма», «тов мион», использует это слово, что это «приятно», «гармонично» и «хорошо». Именно в этом значении это слово используется в большинстве случаев людьми. И Писание говорит именно в этом смысле, когда оно использует это слово. И оно говорит много раз, что Бог гармоничен, приятен, хорош, добр, сам по себе, в своей собственной личности, природа его личности. Он благ в своей сущности. Вот одно из таких мест. Второй Париупоменон, 7 глава, 3 стих, одна из ситуаций, когда люди молятся Богу торжественно при открытии храма. Написано следующее. «Все сыны Израилева, видя, как сошел огонь и слава Господня на дом, пали лицом на землю, на помост, поклонились и словословили Бога, ибо Он благ, потому что Он хорош, потому что Он благ, добр, хорош, сам по себе. Ибо во весь век милостивый». Причина хаоса в понимании сущности того, что есть благо, заключается в грехопадении. Дело в том, что восстание людей против Бога было сконцентрировано именно на вопросе блага. Если вы помните, когда дьявол подошел к первым людям, то он предложил человеку другую точку зрения на то, что есть хорошо и что есть плохо, это главное, что произошло, главный сбой в системе, это главный системный сбой, который произошел с людьми после грехопадения. Посмотрите, 3 глава Бытия, 4 стих. «И сказал змеи жене, «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, эти плоды, откроются глаза ваши, и вы будете, как Боги, знающие добро и зло». И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. Взяла плодов его и ела, и также дала мужу своему, и он ел». Друзья, это трагедия. Это колоссальная трагедия, которая произошла в этой точке. Смотрите, что происходит. Как только женщина, Ева, смотрит на ситуацию независимыми от Бога глазами, как только она претендует на то, что она сама самостоятельно может определить, что такое благо, она смотрит на плод, который является ядовитым в своей сущности, который несет в себе смерть, который несет с собой разрушение, тление, она смотрит на него, и она его видит. Посмотрите, каким оно видит. Она видит, что оно хорошо, она видит, что оно приятно, она видит, что оно вожделенно. Вот в этом гигантский сбой, который произошел в нас во время грехопадения, то есть у нас оценка того, что есть благо нарушено. Вот почему, когда вы считаете Писание, от начала и до конца, Писание постоянно говорит, «Ибо он благ». «Ибо он благ». Это не просто повторение, друзья, это не просто потому, что нечего было написать библейским авторам. У них много чего было написать. Иоанн говорит, не вместили бы все книги того, что можно описать о Боге, об Иисусе Христе. Но когда они говорят, повторяя, «Ибо он благ», они делают это по причине того, что мы с этим не соглашаемся, мы думаем, что мы благи. Что у нас свое собственное представление о том, что есть благо. Когда мы говорим о том, что Бог благ, есть один очень важный фактор, мы уже говорили что-то подобное относительно физических законов и моральных законов, которые существуют. Я хотел бы еще раз повторить. Нам нужно ясно представить себе, что природа Божьей благости связана с правильным пониманием, что это такое. Некоторые представляют себе так. Мы говорили о неверной картине мира. Она выражена в таком графике. Если ты включишь, некоторые представляют себе так, что есть благо само по себе, независимое какое-то благо. И когда мы говорим, что Бог благ, мы говорим о том, что Бог точно в соответствии с этим благом. Точно так же, как истина. Бог истинен. Некоторые люди представляют себя так. Но Библия говорит по-другому. Библия говорит о том, что вне Бога ничего не существует. Нет никаких внешних стандартов. Он сам является стандартом истины и сам является стандартом блага. Если мы посмотрим на верную картину, то мы можем определить, что увидеть это именно так, что благо – это сущность того, кто Он есть. Почему это важно? Включи еще раз предыдущий график. Если мы посмотрим вот так Бог и благо отдельно, если мы разделяем Бога и благо, то тогда мы попадаем в смущение, в сомнения разные. Когда в какой-то ситуации мы видим действия Божьи, и мы думаем, благо здесь, а Бог со своими действиями здесь. Это просто колоссальная ошибка, которую делают люди. Мы должны ясно понимать, что Бог и благо неотделимы друг от друга. Именно так представляет нам Священное Писание. Много об этом говорится. Я хочу вам предложить несколько текстов. Псалом 72. Кстати, если вы посмотрите на него с самого начала, на 72-й псалом, я здесь цитирую только 27-й и 28-й стихи, но откройте в ваших Библиях и посмотрите с самого начала. Это 73-й псалом будет в английских Библиях. Здесь написано так, 1-й стихи, «Как благ Бог к Израилю? А я едва не пошатнулись ноги мои, я позавидовал безумным, видя благоденствия нечестивых». То есть, заметьте, причина кризиса этого человека в неправильном понимании блага. Где же благо? И потом он рассказывает весь этот кризис и приходит к решению. Посмотрите решение 27-й стихи, «Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу». То есть, он ясно понял в результате этого кризиса, он понял, что хочешь благо – ближе к Богу. «Удаляющие себя от тебя удаляют себя от блага». Очень ясная истина, которая раскрывается в Писании снова и снова. Наша проблема, друзья, заключается в том, что мы признаем это, я имею в виду верующие люди, большинство верующих людей. Мы признаем это, мы исповедуем это, но практически мы думаем дуализмом. Бог здесь, а благо там. Иногда Бог соответствует благу, иногда нет. Другое место. Давид, Псалом 33, говорит, «Вкусите и увидите, как благ Господь». То есть, приблизьтесь к Нему. Асав говорит, «Мне благо приближаться к Богу». Давид говорит, «Вкусите и увидите, блажен человек, который уповает на Него». Он убеждает людей, «Идите к Богу, потому что истинное благо только в Нем». Об этом же говорит пророк Исаия, 55 глава. Опять-таки, это только три примера, их очень много. Сотни примеров в Библии. Исаия 55, 2. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо». То есть, Писание с разных сторон, разные авторы подчеркивают и говорят, вот где благо. Благо в Боге. Это самая большая проблема людей. Они ищут благо там, где его нет. К сожалению, это самая большая проблема и верующих людей. Признав то, что Бог является источником блага в принципе, они продолжают видеть благо, исходя из своих собственных представлений. И поэтому, когда они ищут Бога, то они ищут Его не ради Него самого, а ради того блага, которое они нарисовали в своем сознании и ожидают, что Бог обеспечит его. И это, как я уже сказал, системный сбой в нашем мышлении. Мы видим благо в самых разных вещах. В здоровье, в хорошей погоде, в добрых отношениях к нам, окружающих людей, в материальном достатке. Но Писание ясно говорит, истинное благо – это сам Бог. И только в Нем полноценный мир душе. Только с Ним мы сможем иметь вот ту полноту, которая выражена термином «шалом» в Ветхом Завете. Вот почему Иисус приходит на землю. Он приходит не для того, чтобы решить проблему продовольствия, проблему социальной несправедливости, проблему здоровья даже. Он приходит для того, чтобы решить проблему отношений, чтобы восстановить наши отношения с Богом. Вот что может дать Иисус Христос. И, друзья, поверьте, это самое большее, что нам нужно. Мы склонны забывать об этом, как я уже сказал, и Писание снова и снова напоминает. Я приведу пару примеров. Псалом 99-й «Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь». Вот мы пришли сегодня сюда, в церковь. Мы пришли с определенным внутренним состоянием. Псалмопевец побуждает и говорит «Входите в Дом Господень со славословием, чтобы сердце было наполнено радостью, во дворы Его с хвалою, будьте готовы славить Его, благословлять имя Его». Почему? Потому что Он благ. Вот мы славим, благословляем, радуемся пропорционально тому, насколько мы видим Его благим, насколько мы понимаем, кто Он. 105-й Псалмопевец «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». И вот эта фраза «Славьте Господа, ибо Он благ», она повторяется с десяток раз в Псалтере. Много раз в разных Псалмах, снова и снова. Вот почему триединый Бог будет главной ценностью вечности. Общение с Ним наивысшее благо, которое существует во Вселенной. Итак, это первая грань Божьей благости, которая представлена нам в книге «Бытие». Бог благ сам в себе. Он определяет, что такое истинное благо. И всякое благо возможно только через глубокое общение с Ним. Второе. Кроме этого, книга «Бытие» говорит еще о другой грани. Она говорит о выражении Божьей благости. Бог не только благ сам по себе, Бог еще и благословляющий Бог. То есть, Бог распространяет это благо, Он хочет распространить это благо, Он благословляет других. Он любит благословлять в этом сущность Его природы. В первой главе «Бытие» приводится две ситуации, в которых Бог благословляет. Первое. Бог благословляет рыб, животных и птиц. 21 стих. «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных, пресмыкающихся, которых произвела вода, породу их, и всякую птицу пернатую, породу ее». И увидел Бог, что это хорошо и благословил их Бог, говоря, «Плодитесь и размножайтесь и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле». Вторая ситуация. Бог благословляет созданных им людей. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их и благословил их Бог. И сказал им Бог, «Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю и обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Заметьте, в обоих случаях Бог благословляет тех, кто может самостоятельно действовать. Он благословляет их, ожидая от них определенного действия. В первом случае Он говорит, размножайтесь рыбам, животным. Во втором случае Он говорит, размножайтесь и владычествуйте. То есть, Бог благословляет и Он благословляет тех, кто самостоятельно действует. Конечно, по отношению к людям Божье благословение, оно имеет ultimate meaning или наивысшее значение. Почему? Потому что человек создан по образу и подобию Божьему. И поэтому Божье благословение – это очень интересное явление. Именно здесь Божье благословение, оно достигает полноты своего величия. Особенности вот этого Божьего, особенности этой Божьей способности в том, что Он хочет благословлять, заключается в том, что это целенаправленное распространение того блага, которое у Него есть, на тех людей, которые, или на тех, кого Он создал. Несколько важных обстоятельств в связи с этим. Во-первых, благословлять может только тот, кто обладает благом. Когда люди говорят, я благословляю тебя, есть некоторые, среди некоторых групп, это очень модно такое выражение, или некоторые говорят, я не благословляю, вот это все утверждение, оно голословно, если у человека нет внутри блага. Если мы кого-то можем благословить, только когда у нас есть благо. В полном смысле этого слова благословить в действительности может только Бог. По простой причине, потому что Он источник всякого блага. Вот почему, когда мы говорим о родительском благословении, родители благословляют своих детей, родительское благословение сильно настолько, насколько они являются проводниками Божьего блага. То есть, это не арбитрарно. Человек захотел, так благословил, так не благословил. Это и так не работает. Родительское благословение, оно является проводником Божьего блага. Вот тогда, когда родители в гармонии с Богом, вот тогда, помните, глава мужа Христос, Христу глава Бог. Это иерархия, по которой действует и распространяется благо. Посмотрите, первое, что говорится о людях сразу же после их сотворения. Посмотрите еще раз на 20, конец 27 стиха и начало 28. Мужчину и женщину сотворил их и благословил их Бог. Самое первое, что Бог сделал после того, как Он сотворил, это говорит о том, что у Него блага много, и Он хочет наполнить благом тех, кого Он сотворил. Друзья, в этом глобальный смысл сотворения людей. Для чего мы существуем? Для чего мы сотворены? Для чего вы существуете, друзья мои дорогие? Мы существуем с вами для того, чтобы наполниться Божьим благом. Бог создал нас, чтобы благословить. В этом Его цель сотворения человечества вообще, людей вообще. Во-вторых, благословение Его суть и Его условия определяется тем, кто благословляет. Тот, кто обладает благом, желая благословить других, имеет полное право определить, как, на каких условиях, кого и когда Он будет благословлять. Это очень важно. Благословляемые не могут требовать благословения, иначе это будет не благословение. Благословение полностью исходит из благого намерения, из блага сердца благословляющего. Это сущность этого явления. Вот почему Божье благословение непосредственно связано с Его благодатью. Писание подчеркивает, что всякое благо, которое получают люди, живущие на земле, распространяется на них не потому, что Бог обязан их благословить, а по причине, исключительно по причине Божьего широкого и любящего сердца. Мы не можем диктовать Богу, в какой форме нас благословить. Мы не можем требовать, в каком объеме Он должен нас благословлять. В этом смысл благодать. Еще один важный вопрос, связанный с Божьим благословением, он заключается в существовании зла. На земле реально существует зло, боль, скорби, различные трудности. В связи с этим люди логично предполагают, если Бог всемогущий, Он суверенный владыка, если Он благой, то тогда зла не должно бы быть, скорбь не должна существовать, боль не должна иметь места во Вселенной. И поэтому люди, скептики, они говорят, что-то здесь в этом уравнении не складывается, или Бог не совсем суверенный, или Он не совсем благой. Опять-таки, это несколько ошибочное представление, и логические, неверующие используют это логическое напряжение в качестве аргумента в пользу отрицания существования Бога Библии. Но в действительности этот аргумент построен не на точном понимании факта, или на неточном понимании факта. Как мы уже говорили, Бог благ своей сущности. Поэтому всякое настоящее благо возможно только в Нем. Люди и ангелы только тогда могут иметь благо, когда они живут в гармонии с Ним. Поэтому вполне естественно удаляющие себя от тебя теряют благо. Представьте себе, солнце в нашей солнечной системе является главным источником тепла, энергии. Удаляющие себя от солнца теряют источник тепла. Приближающие себя к солнцу приобретают источник тепла. Библия очень ясно говорит об этом, что благо в Боге и все то, что вне Бога, все то, что противопоставляется Богу, по определению не может быть гармоничным, совершенным и приятным. Оно не может быть. Почему? Потому что благо только в Боге. В этом глобальная проблема людей. после грехопадения они пытаются достичь блага самостоятельно, независимо от Бога. И потом, когда они приходят к плачевным результатам, они говорят, а где же Бог? Бог об этом предупреждал. В самом начале, когда Он сотворил человека, Он объяснил эту проблему первому человеку, Он говорит следующее, 2 глава 16 стих, и заповедал Господь Бог к человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, от дерева познания добра и зла не ешь от него. Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь, то есть зло постигнешь в этот момент. Вот сейчас ты живешь и ты пользуешься моим благом, но когда ты восстанешь против меня, ты смертью умрешь. И вот эта фраза смертью умрешь, она указывает на боль, на страдание, на тление, на зло, на многие другие формы разделения человека с Богом. И грамматическая конструкция здесь такая, Бог говорит, это точно произойдет, этого не может не произойти, если человек согрешит. Друзья, грехопадение – это единственное объяснение существования зла в мире, который явно был сотворен для того, чтобы быть благословением. Грех разделяет человека с Богом. Грех лишает нас его благословения. Грех перекрывает Божий поток блага, который направляется к нам. Давайте посмотрим еще раз на эти слова Асафа, 72-й Псалом, 27-й стихе. «Бо вот удаляющие себя от тебя гибнут, они теряют благо. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога и возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». В другом Псалме Давид говорит о Боге как об источнике благословения так, что 18-й Псалом «Благ и благодетелен ты, научи меня уставам твоим». То есть, он хочет приблизиться к Нему, и он понимает, что приблизиться к Богу можно не физически. Физически не приблизишься к Богу. Приблизиться к Богу можно только, понимая Его лучше и приводя свой внутренний мир в соответствие, в гармоничное состояние по отношению к Нему. А для того, чтобы это было, нужно знать Его закон. И вот почему он говорит, «Благ и благодетелен ты, научи меня уставам твоим». Я хочу этого блага, я хочу приблизиться к Тебе, научи меня уставам твоим. Божье желание благословлять людей является причиной провозглашения Его откровения. Смотрите, 24-й Апсалом, 8-й стих. «Благ и праведен Господь, поэтому наставляет грешников на путь». То есть Бог провозглашает свою истину по простой причине. Он благ, и Он хочет нам блага. И поэтому Он наставляет грешников на путь, чтобы привести в гармонию с собой. Итак, несмотря на существование зла и скорбей, мы точно знаем, что Бог благ, и Он благословляет, Он благословляющий Бог. Второе. Писание говорит о том, что Бог благословляет всех. Это очень интересная вещь, очень интересная истина. Бог продолжает благословлять людей, несмотря на их восстание против Него. Это связано с Его милостью, это связано с Его долготерпением. Писание говорит, что Бог проявляет свою благость на верующих и неверующих. Послание Иакова, 1 глава 17 стих, написано, «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный исходит свыше от Отца Светов». То есть, неверующие люди сегодня, они переживают благо, разное благо. Когда человек жаждущий пьет стакан холодной воды кристально чистой, не благо ли это? Когда человек смотрит на восходы и закаты, когда человек радуется любви, неверующий человек, когда мать радуется рождению ребенка, все это благо, многочисленное благо. если мы посмотрим этим благом нет числа. И послание Иакова говорит, «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный исходит свыше от Отца Светов». То есть, Бог продолжает благословлять в этом суть его характера. 145-й псалом. «Благ Господь ко всем, щедрот его на всех делах его». Сам Иисус говорит об этом в Матфея 5-я глава 45-й стих. «Да будете с нами Отца вашего небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных». Причина, почему Бог делает это, имеет две грани. С одной стороны, Он любящий Бог, и дарить другим благо – это одна из его главных характеристик. Это видно из простого наблюдения за сотворенным Богом миром, который, я уже сказал, мир устроен явно, устроен тем, кто любит людей. Он так много дал. Вот, посмотрите, мы часто говорим о том, что у нас есть, Бог позаводился о том, без чего мы не проживем, например, о количестве кислорода в атмосфере, или же о силе земного притяжения. Без этого жизнь невозможна была бы, без правильных мерок всего этого невозможна жизнь. Но заметьте, как много Бог дал нам того, без чего мы проживем. Все это является просто украшением, украшением нашей жизни. Самые разные. Богатство красок или же музыка. Вот без музыки, по сути дела, и кислород поступает, и еда переваривается. Ну, у кого-то лучше, у кого-то хуже, в зависимости того, какую музыку слушать. Или способность ощущать вкус, или пение птиц, или величественные виды гора, океана. Этот список можно продолжать очень долго, бесконечно долго. Все это сотворено Богом, и все это Бог продолжает дарить всем, верующим и неверующим, потому что Он благ. Наша огромная проблема в том, что мы воспринимаем это как само собой разумеющееся. Фактически так же, как и неверующие. It just happened. Это просто случайное хаотическое соединение атомов и молекул в физическом мире. То есть, мы забываем о том, кто является даятелем всего этого. Получаем и даже не вспоминаем. Кстати, многие христиане, многие верующие говорят, ну, Бог же сотворил творение для того, чтобы радоваться этому творению. Это точно. Но только в случае, если это творение, мы понимаем, что это от Бога получено, и мы по-настоящему радуемся Богом больше, чем творение. Если вы радуетесь творению больше, чем Богу, ваше скольжение от Его блага будет усиливаться с каждым днем. Очень ясно. Но есть вторая грань, друзья. Есть вторая причина, почему Бог благословляет всех. Эта причина выражена в деянии апостола 14 глава 15 из 15 стиха. Апостол Павел проповедует. Он проповедует в Атеохе Писидейской, то есть на языческой территории. И он говорит следующее. Богу живому, который сотворил небо и землю и море и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями. То есть все вот это благо самое маленькое. Простота детских глаз. Сегодняшняя способность встать и умыться. Сегодня вы соберетесь за обедом с семьей. Все это, все, до самой мелочи является Божьими свидетельствами о нем. Он говорит, не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди времена плодоносные, исполняя пищу весельем сердца наших. Смысл этих свидетельств, ну, во-первых, в том, чтобы люди покаялись, в том, чтобы люди понимали, что это от Него. И, во-вторых, чтобы люди ценили Бога, того, кто это все создал. В этом смысл свидетельств. Римлянам 2 глава, 4 стих конкретно говорит об этом. Посмотрите, «Или пренебрегаешь богатство благости». И вот это благость, о которой мы говорим. Кротость и долготерпение Божие, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. То есть, оказывается, все это могущественное проявление Божьей доброты, оно все это сконструировано как инструмент, который ведет всякого человека к покаянию перед Богом. И он говорит здесь, смотрите, 5 стих, «но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам собираешь гнев на день гнева». Откровение и правильное суда. Очень интересно, собираешь гнев, то есть, чем больше человек испытал Божьих благ, тем больше гнев будет. И не покаялся, и не приблизился к Богу. Это очень важно, истинно, особенно в нашем мире, в мире, в котором мы полностью, мы настолько захвачены, увлечены потреблением благ самых разных. Мы сегодня живем в таком мире, когда благ очень много, хотя мы только что сказали о том, читали то, что всякое благо исходит от Отца Света. Всякий дар совершен. От Него это все пришло. Ты сам собираешь себе гнев на день гнева, откровение и праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам. Таким образом, одно и то же благословение, искренне посылаемое Богом и щедрости Его любящего сердца, оно становится для кого-то средством, когда они приближаются к Богу, а для кого-то становится причиной вечного осуждения. Вечное осуждение восставших против Бога людей нисколько не противоречит Его благости. Как мы уже сказали, благости и благословения возможны только с Богом, и только в гармонии с Ним. Сегодняшние благословения, получаемые неверующими людьми, говорят об огромном долготерпении Бога, о Его искренней любви ко всем. Третье, мы говорили уже о том, что Бог благословляет, Бог благословляет всех. Третье, Бог благословляет верующих особенно. И об этом Писание говорит много. 85-й псалом, 5-я стих. «Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и много милостей ко всем призывающим Тебя». То есть мы читали, что Бог благ ко всем, но тем, кто призывает Его, Он благ в особенности. Причина этого очень ясная. Чем больше человек доверяет Богу, тем ближе он к Богу, тем гармоничнее он с Ним, и тем больше блага Божьего будет наполнять его жизнь. Римлянам, 5-я глава, с 8-го стиха. Мы читали сегодня. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». То есть ясно сказано, что Божья любовь, Его благословение верующих основаны только на Его благодати, исходящей из Его доброты. Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. В этом основа нашего упования на Христа. Но с другой стороны, Писание говорит, что благословения верующих людей возрастают по мере возрастания их веры, их практического доверия Богу в реальных вопросах жизни. Вот один из таких примеров. Ефесянам 3,17. «Верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение и любовь к Христу, чтобы вам исполниться всею полнотою Божией». Заметьте, вот здесь он говорит о том, как верующий человек, которого Бог любит независимо, Бог любит по благодати, как верующий человек может сердце свое наполнить Божией полнотой, возрастая в вере. То есть он может Божью благость ощущать в большей степени. И последнее, четвертое. Мы говорили о том, что Бог благословляет. Бог благословляет всех. Бог благословляет верующих особенно. И Бог благословляет верующих всегда. Вот это то, что нам нужно понять, что нам часто трудно понять. Трудно понять по простой причине, что мы представляем себе благо не так, как представляет его Бог. Римлянам 8,31 сказано о том, что Бог, благой Бог, никогда не перестанет благословлять своих детей. 31 стих. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Это не означает, что мы будем избавлены от жизненных скорбей и тревог. Мир, в котором мы живем, подвержен тлению. Но это означает, что Бог точно поможет нам в этих скорбях. Он даст нам все, что нам нужно. Он благословит нас, проводя через скорби. И через эти скорби Он приведет к нам, в нашу жизнь, большее благо. И все это Бог допускает в жизнь своих детей для достижения этого конечного, наивысшего блага в жизни каждого из нас. Бытие 50 глава, известный стих, 20 стих. Вы помните, Иосиф говорит с братьями. Братья пришли, пробуют так, неловко и неуклюже извиняются перед ним, когда отец их умер. И Иосиф им говорит, вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро. И слово «обратил» – это то же слово, как умышляли. То же самое слово. Вы планировали зло против меня, но Бог планировал это для добра. Конечно, для того, чтобы прийти к этой точке, Иосифу пришлось пережить вот тот ров, куда его бросили, потом, когда его продали, хотели убить, потом продали в рабы в Египте, потом в доме Патифара, потом клевета, потом тюрьма, потом предательство этих людей. Очень много всяких разных. Но он понимает, что Бог использует эти вещи для достижения большего блага. Вот почему, вот в чем значение слова апостола Павла Римлянам 8,28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Нет ничего более важного, более ценного и более приятного, чем быть подобными Иисусу Христу. Это и есть наивысшее Божье благо. Поэтому Бог использует все обстоятельства для достижения этой цели. Иоанна 3,16 написано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Заметьте, Бог идет на величайшую скорбь, на величайшее страдание. Ради блага. Ради того, чтобы верующий не погиб. Воплощение второй личности Божественной Троицы стало наиболее ярким провозглашением Божьего блага. То, что Бог благ сам в себе. Эта Божья благость, она подобно солнцу, сияет очень ярко, исходя из Его личности. Он делает это для того, чтобы наполнить Его благом, Его благостью, Его любовью наши сердца. Нет ничего более ценного, чем уподобляться Ему в этом. Еще раз хотел прочитать Римлянам пятая глава. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым». Оказывается, Божья благость, она не просто существует сама по себе, и она не просто распространяется подобно солнечным лучам, а она проникает в сердце верующего человека и наполняет сердце способностью любить. В этом Его цель. Это то, что Он делает. Это то, что Он доказал, послав Сына Своего, Иисуса Христа. Эту любовь и это благо мы и празднуем сегодня, когда мы преломляем хлеб. Перед тем, как мы помолимся, я хотел бы сделать несколько молитвенных выводов, просто для того, чтобы это запомнить. Самое первое. Божья благость – это главная мотивация нашей любви к Богу. Почему нам нужно об этом помнить? Забываем о том, что Бог благ, мы теряем способность исполнить первую заповедь. Это самая главная заповедь. Помните, Иоанна, 1 Иоанна 4,19 написано, «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Второе. Божья благость – это сила для нашей любви к ближним. По мере того, как мы познаем Божью благость, по мере того, как мы наполняемся Ею, мы приобретаем способность быть добрыми к другим, быть любящими, быть прощающими, быть милосердными, быть долготерпеливыми. Помните, опять-таки, 1 Иоанна 4,10 написано, «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас сначала, возлюбленный, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». Третье. Божья благость – это основание для нашего упования на Него. Божья благость – основание для оптимизма. Христиане оптимисты, или они могут быть оптимистами. Почему? Потому что у них есть основание. Бог – благ. Есть по-английски очень хорошее выражение, когда люди, приветствуя друг друга, говорят, «God is good», и им отвечают, «all the time». Это то, что нам нужно понять, то, чем нам нужно пропитать свое сознание. Бог – благ и отвечает во всякое время. Всегда благ. И самое последнее, Божья благодарность – это причина и вдохновение для нашей благодарности Ему. сейчас мы будем молиться. Я хотел бы попросить каждого из вас посмотрите в глубину своего сердца, насколько вы осознаете Божью благость, насколько ваша жизнь наполнена признательностью за эту благость. Вы знаете, за что Израиль умер в пустыне? За неблагодарность, за то, что не оценили Божью благость. И вот сейчас, когда мы преломляем хлеб, совершаем Евхаристию, которая в корне своем и выражает благодатность, давайте сначала преклоним колени и осознаем то, что Бог – благ. И помолимся. Исповедуйте, пожалуйста, сегодня ваш ропот, ваше недостаточное сознание Божьей благодати, Божьей благости. Исповедуйте сейчас перед Ним все то, где вы не в гармонии, с Ним, для того, чтобы сейчас мы были готовы сосредоточить наш взор на Иисусе Христе и его жертве. Господи Божий наш, всемогущий Владыка Вселенной, мы сегодня поклоняемся Тебе, понимая то, что ум наш не способен охватить величие Твое. И сегодня, когда мы читали из слова Твоего о Твоей благости, мы видим и понимаем, как мало мы осознаем ее, как нам не хватает осознания глубокого понимания того, что Ты благ, как нам не хватает того, чтобы практически жить в свете того, что Ты действительно добрый. Господи, я прошу Тебя, прости нас сегодня, прости за невнимательность по отношению к Тебе, прости за неблагодарность, прости за ропот, прости за претензии, прости, Господи, что Твоя доброта, которая изливается на каждого из нас в миллионах вещей, она часто остается незамеченной. И сегодня, Господи, мы по-особенному благодарим Тебя за самое великое благо, которое Ты совершил, когда Ты послал Сына Своего, что Ты так возлюбил, так сильно возлюбил, что послал Сына Своего для того, чтобы нас спасти. Господи, помоги нам сейчас, когда мы будем участвовать в вечере, чтобы для каждого из нас соприкосновение с Твоей жертвой стало обогащением души, которая трансформирует нас и делает нас в большей степени чувствительными к тому, кто Ты есть. Приблизь нас к Себе, Господи, через это воспоминание. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok